МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меры поддержки предусмотрены для аграриев. И кто приходит к ним на помощь. Подробности прямо сейчас. Батаревский район, село Шигарданы. У большинства жителей здесь свое подсобное хозяйство. Радий Бекчурин решил пойти дальше и выкупил комплексы колхоза-банкрота. Признается, что начинать было непросто, но дело не бросил. Сейчас сельхозпредприятие вышло на стабильную прибыль. В 2011 году начали заниматься. Сейчас уже в общей поголовье у меня 121. Из них 58 коровы, около 30 нителей. Остальные уже этот молоняк. И этот, в дальнейшем перспективе уж хотим расширяться. Еще хочу племенных взять, нителей. Молоко, этот батарею, октаж даем, принимают. В день надоевают где-то около 16-17 литров. В год уже выходит 5-800 тысяч. Предприниматель говорит, если все пойдет по плану, то в ближайшие годы в хозяйстве увеличатся поголовья и появится зернохранилище. Но развивать свое дело без господдержки было бы сложно, говорит руководитель хозяйства. За льготными кредитами радио обратился в региональные филиалы ПМБ. Так ему удалось приобрести уборочный комбайн. Раньше технику приходилось брать в аренду. Нанимать уже тоже не выгодно. Потому что надо большие деньги отдавать. Больше 100. Больше 100 тысяч? Да. Нет, за 10 дней. Предприниматели говорят, что кредиты по такие проценты банки не предоставят. В агентстве поддержки малого бизнеса для аграриев разработали специальные программы. Выдаем под 7,25% годовых для всех клиентов. Не в зависимости от основы вида действенности. Есть еще комиссия за выдачу займа, единоразовая, от 2 до 3%. Кроме аграриев, оптовой торговли, также розничной торговли обращаются, производственники, брусчатки производят, окна пластиковые, двери. Срок рассмотрения 8 рабочих дней. Мы уже клиенту говорим решение. Главе другого хозяйства Олегу Хлюкину в агентстве помогли получить многомиллионный грант. Для гранта нам надо было свои собственные кредитные средства. Вот они помогли. Большое им спасибо. У них очень быстро получается, за неделю документацию, что собирает. У фермера большие планы. Необходимо вести в работу пустующие комплексы и освоить залежные земли. Он и начинал свое дело с нуля. С 2007 года взяли 15 гитар земли, техники ничего не были, потихоньку начали развиваться. В принципе, колхоз развалился был. Уже выставили на продажу. Я его купил. В 2013 году выиграл грант. И мне сильный толчок дал. Потому что, как говорится, это такой подъемчик. И в прошлом году еще раз 10 миллионов взял. Это вообще, как говорится, еще сильный подъем. Мы все равно патриоты остались здесь, а, как говорится, будем поднимать район, сельскохозяйство. Сейчас в Шамуршинском районе это одно из преуспевающих хозяйств. Агрария реализует зерно высокого класса и молоко. Жирновод с комплексом, 4 фермы, зерно такая, они еще при колхозе остались в хорошем состоянии. 4 грузовых машины, 5 тракторов, 2 комбайна, мини-пекарня. В вопросах развития малого бизнеса агентство выступает проводником правительства региона. Получить финансовую помощь становится проще. Документы принимают и в муниципальных МФЦ. Подписали договор с Шамуршинским МФЦ, где можно будет, клиенты могут обратиться в МФЦ, перечень им передадут, работники МФЦ. В последующем, как бы, они передают филиал и могут даже не приезжать к нам в Атриево. В Министерстве экономического развития региона отмечают, что микрозаймы – одна из действенных мер поддержки бизнеса. Условия микрозаймов и его сумма, она адаптируется постоянно под бизнес и становится все более комфортной и все более доступной. Например, вот практически с этого года у нас ставка по микрозаймам снизилась до 7,25. Объем микрозайма увеличился до 3 миллионов и срок до 3 лет. Мы просто лоббируем получение федеральных субсидий, чтобы больше капитализировать эту организацию и чтобы больше удавать кредиты. У нас много таких агентов, выражаясь вашим языком, на территории Чувашеской Республики. Это все объекты инновационные, инфраструктура, кредитная инфраструктура, которые признаны помочь бизнесу. Их более 10 у нас таких объектов. Спрос на микрокредиты в Республике растет. Только в Агентстве поддержки малого бизнеса за все время работы выдали займов на сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это была программа «Экономика в деталях». В очередном выпуске «Новые истории успеха предпринимателей». До встречи в эфире!